Больше 70% туристов нашего региона, путешественники на авто, едут в предгорье Алтаев, Денисову пещеру, в природный парк Кая, заказник Лебедины и другие известные места. Сегодня государством перед нами всеми поставлена задача по развитию автотуризма и всех сопутствующих составляющих и дорожной инфраструктуры, и придорожной, и сервиса. И нам ее необходимо выполнять. В Крае уже делают уверенные шаги в этом направлении. К примеру, в рамках круглого стола презентовали 200-километровый маршрут по дороге в Бийск с посещением нескольких знаковых мест. Это Барнаул, дальше Косиха с музеем Роберта Рождественского, затем музей второго космонавта Титова и, наконец, по самой красивой дороге, Чуйскому тракту, у которого есть свой музей, отправятся в Бийск. Теперь на протяжении всего маршрута туристы смогут чувствовать себя комфортно благодаря тому, что маршрут разработан не в одиночку. Мы привязали эти локации к ближайшим автозаправочным станциям Роснефти. Как раз в том числе и в этом есть та коллаборация, о которой мы говорим с точки зрения совместного маршрута. На протяжении маршрута расположено 4 автозаправки Роснефти. Автомобилисты давно знают, что сейчас АЗС – это не только топливо, но и магазины, а также сопутствующие услуги. Туристы могут здесь не только перекусить, но и приобрести местную алтайскую сувенирку – напитки алтайских брендов, сладости, кедровые орехи, иван-чай, футболки, магниты. К тому же все это в круглосуточном режиме. Описание маршрута и его знаковых мест можно найти на сайте Туристского информационного центра Алтайского края. Ну а тем временем разрабатывается еще один совместный маршрут, который обещают запустить в мае 2025 года. Какой именно – обе стороны пока держат в секрете. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.